Всем привет! Сегодня рассмотрим правило 1 по эффективному использованию языка C++, но это правило 1, в книге Скотта Майерса Наиболее эффективное использование C++ 2000 года. 35 рекомендаций. То есть, так или иначе, я пройду по всем книгам и разберу, возможно, каждое правило. Если у вас есть возможность, приобретите себе эти книги и всегда они будут под рукой. Ну а если нет возможности, то смотрите мои видео. И это правило, по поводу этого правила, оно казалось бы легенькое, простое, но так как я иногда сталкиваюсь с тем, что иногда получаю вопросы, казалось бы, совсем очевидные и понятные. Но нужно вспомнить себя, когда я сам, к примеру, изучал этот язык программирования. И, конечно же, мне много вещей было совсем непонятно. Либо я ходил вокруг да около, не до конца что-то понимал и достаточно было там опытному программисту в двух словах что-нибудь сказать. Может быть, даже то же самое, что я и читал в книге. И тогда могло, к примеру, что-то там в голове переключиться и дойти. Так вот, правило простенькое, но тем не менее, видео уже записывается. Поэтому, 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 я, наверное, в каждом, вот, ну эти исходники, конечно же, будут на гитхабе, какой-то ценности нет в самих исходниках. Ну, какой-то там особой, но ценность все-таки может быть есть для того, чтобы, к примеру, открыть репозиторий, пробежаться по исходным кодам и посмотреть и, возможно, что-то да вспомнить. Тем более, тут какие-то готовые примерчики есть. Короче, 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 я буду для каждого правила, вот оно у меня 13, но это там первое правило из такой-то книги. Буду вот оставлять посылы, где и откуда я взял эту информацию. Ну, и, конечно же, я добавлю по пару каких-то слов от себя по поводу ссылок и указателей. Так вот, что же, что же Скотт Мэйерс пишет в этом правиле? Указатель, указатель, это у нас умножий, давайте даже не так. Короче, он говорит, различайте указатели из ссылки. Указатели из ссылки позволяют неявно ссылаться на другие объекты. И когда же решить, когда применять указатели и когда ссылки? Дело в том, что указатель, вот он, звездочка P, может ни на что не указывать. То есть, это либо динамическая область памяти, которая потом будет выделена, и адрес начала этой области памяти будет присвоен вот этому указателю. Либо же это просто такой способ доступа к объектам. Ну и много может быть причин, почему люди используют указатель. Так вот, указатель на что-то может указывать, а на что-то или ни на что не указывать. В данном случае вот 0, мы обнулили указатель. Ссылка же, к примеру, intRefense. Вот сейчас произойдет ошибка компиляции. Почему? Ссылка должна уже на что-то ссылаться. Обязательно ссылаться на существующий объект. То есть, она не должна иметь нулевого значения. Да, может быть, вот такая наркомания. Так, сейчас я ее напишу. Вот такая. Мы можем взять и написать вот так вот. То есть, по факту мы можем ссылаться на какой-то объект, адрес которого хранится вот здесь. Ну, это наркомания. Почему? А потому что вот здесь указатель нулевой. И вот эта операция непонятно к чему может привести. Скотт Майерс пишет, что разные компиляторы могут вести себя по-разному. Но в данном случае ничего страшного не происходит. Программа не падает. Не падает. То есть, это самое настоящее безобразие. Так вот, ссылки, ссылки, ссылки обязательно должны на что-то ссылаться. К примеру, int a и ra. Ссылка на a. Вот. По факту эти записи одинаковы. То есть, здесь хранится какое-то значение. В данном случае пусть будет 100. И мы объявляем ссылку. Ссылку, которая ссылается на готовый объект. Соответственно, изменяя a, у нас изменяется, можно сказать, значение вот это. То есть, по факту для компилятора он вот здесь или даже вот здесь ставит код, который доступается к этому объекту. Потому что это ссылка. Ссылка, которая ссылается. И, конечно же, желательно следовать какой-то аннотации, к примеру, или какому-то стилю кодирования, в котором есть приняты какие-то конвенции. И есть различия. Это обычный объект, там локальный. Или ссылка. Ссылка в данном случае r. Reference. Тогда вы четко в коде можете видеть, что это ссылка, к примеру, r. А если указатель, то это p pointer. Дальше. По-хорошему. Мы знаем, указатель может ссылаться в никуда. То есть, быть нулевым. Ссылка же не может. Поэтому при работе с указателями обычно проверяют, не равен ли он нул. То есть, для доступа к объекту, если p не равно нул, ptr, то мы там что-то делаем. Разыменовываем. То есть, получаем доступ к этому объекту и присваиваем этому объекту значение 100. В случае же, вот в этом случае, ничего проверять не надо. Потому что при правильном, нормальном программировании, эта ссылка ссылается уже на готовый объект. И Скотт Майерс пишет. Вообще говоря, указатель следует использовать, если есть вероятность, что объект, связанный с указателем, отсутствует. В этом случае ему присваивается нулевое значение. Или периодически возникает необходимость доступа к разным объектам. В этом случае изменяется само вот это значение указателя. Ссылку же следует использовать, если объект, которому необходимо обеспечить доступ, будет существовать всегда. В данном случае, а будет на этом этапе уже существовать. Да и вообще в этой области видимости он будет всегда существовать. И не потребуется получить доступ к другому объекту с помощью все той же ссылки. То есть эта ссылка всегда будет ссылаться на один и тот же объект. Итого, использование ссылок оправдано, когда доподлинно известно, что объект ссылки существует. Когда нет необходимости изменять значение ссылки и при реализации операторов, которых применение указателей нежелательно из-за синтексических требований. Во всех других случаях используйте указатели. Ну и, ну и, ну и давайте еще пару слов от себя. Давайте вот еще запишем вот такой вот пример. И чар звездочка па равно ю чар. Выделим память. Дальше объявим ссылку на наш, наш, наш новый объект. Ра равно разыменовываем и получаем, получаем, получаем ссылку. И дальше объявим еще один указатель. П, Б. Равно, равно чему? Р, А. Вот так. То есть можно объявить ссылку и получить и ссылаться на какой-то объект посредством, да, разыменования указателя. И наоборот, можно объявить указатель посредством получения адреса этого объекта. Короче, давайте я вот здесь это тоже оставлю. Возможно, возможно, кому-то это и пригодится. Точнее не так. Точнее, точнее не так. Давайте присвоим звездочка па, разыменуем объект и присвоим буковку а. Дальше, РА равно, в случае с ссылками, да, вы уже поняли, разыменовывать ничего не нужно. За нас это сделает компилятор. Даже он ничего не будет делать, он подставит сюда код доступа к объекту, на который ссылается эта ссылка. То есть к вот этому. И давайте звездочка П, Б равно С. И теперь давайте выполним. И как мы сейчас увидим, все вот эти вот три объекта, по сути, одно и то же. Теперь смотрим. ПА, ПБ и РА. Выполняем. АА. Ну, это таблица ASCII. Большой буквы А английской. Вот такой код 65. Дальше. Изменили. Как вы видите, все они изменяются одновременно. Дальше. Дальше. К примеру, смотрите еще такой интересный пример. Давайте создадим две функции. Две функции. Одна из них будет принимать указатель, то есть массив. Давайте фанк А. Инт звездочка АП Рей. И вторую функцию, в которую мы будем передавать тоже массив, но массив, который будет иметь конкретную длину. Это делается вот так вот. Тоже, возможно, кому-то пригодится. Вот. Массив из интегеров. Размерность у 5. В этом случае размерность мы не знаем. По-хорошему, конечно, уже надо было бы передать сюда размер, но это уже сишный стиль и все такое, и бла-бла-бла. Но мы сейчас не об этом. Теперь смотрите. Объявляем массив P. A. Integer. Да. P. Array. Integer. И равно new. Int. 5. И попробуем вызвать две эти функции. А, ну и давайте вот такой еще массив. То есть, это динамический массив. Вот сейчас будет. Вот я уже создал. А это у нас статический. Ну, или массив на стеке, или еще как-нибудь его могут называть. Но вот здесь динамика. Это в одной области памяти, а это совсем в другой. И вот здесь уже его размер известен на этапе компиляции. Здесь же вместо пятерки, я думаю, сами понимаете, может быть какое-то число, которое мы введем с консоли. Или с терминала. Так. И теперь давайте вызовем функцию A. Сюда передадим P. Array. Собирается. Собирается. Отлично. Теперь. Функцию A. Передадим вот этот массив. И. Надо было Array просто. Все нормально. Все нормально. Передается. Потому что по факту. Что у нас здесь принимает указатель. А по факту это и есть указатель И на первый элемент индекса. И все такое. Теперь. Смотрите же. Давайте попробуем то же самое сделать для функции B. Попробуем передать P, A, I. И. И. Короче вот так. B. Что мы видим? А мы видим, что функция B, функ B, не принимает просто указатель. Она принимает указатель, но или даже ссылку на массив, размерность которого 5. Поэтому подсунуть сюда какой-нибудь указатель и не гарантировать, что это указатель на массив размерностью 5 не получится. Как вы видите, можно еще использовать вот так вот. Давайте закомментируем. Так, я тут напишу Error. И давайте попробуем изменить размерность массива вот этого И. Давайте с 10, 100. Что мы видим? Здесь все прокатило. Потому что здесь просто принимается указатель. Здесь же не прокатило. Компилятор нам говорит. Нет, дружище. Функции принимают. Массив размерностью 5. Все. Ничего не знаю. То есть тоже иногда может быть очень удобно. Для того, чтобы не допустить где-то каких-то ошибок с передачей, 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 короче. Ну и еще один пример. Где же и когда можно использовать ссылки. К примеру. К примеру. У нас есть класс. Ну это довольно часто бывает. Какой-нибудь синглтон. Какой-нибудь синглтон. И давайте быстро его тут наклепаем. Вот это в секции Private. А Public. Сделаем. Классический синглтон Мейерса. Скотта Мейерса. Так. Логер. Инстанс. Так. И здесь. Статик. Логер. Л. Ретурн. Л. Вот так. Вот у нас классический. И это еще может быть обернуто, как обычно в проектах бывает, в какой-нибудь пространстве имен. Ну там My Project. My Project. Вот, вот, вот так вот. И давайте это как будто бы лежит где-то в другом-другом файле. Так вот, ссылки очень удобно использовать в качестве псевдонима. Псевдонимов. Смотрите. Как здесь что-то залогировать. Довольно часто в разных проектах присутствует несколько, не один, а несколько синглтонов. Помимо там логера, может быть еще доступ к базе данных. Могут быть еще какие-то. Еще, еще, еще какие-то. И вот где-то вот так вот нужно, нужно к нему доступаться. Давайте, тут будет еще функция, которая будет логировать что-то. И вот, вот так вот это все происходит. Довольно-таки утомительно постоянно писать вот это все. Это или копировать, или еще что-нибудь. Но гораздо удобнее создать псевдоним. То есть ссылку. Ссылку. Давайте. Давайте, давайте. Логер. Вот, вот так вот. Логер. Который будет ссылаться уже на готовый какой-то объект. Вот, мы создаем ссылку. Так, не понял, что такое. А, наверное, логерор. Вот так вот, наверное, сделаем. Не. А, я не удалил. Блин, ну да, сейчас. Пять сек. Так. Проверяем. Да, все нормально. Делать псевдоним. Лог. Дальше. По коду мы всегда можем вызывать функцию логирования. Сколько бы кода здесь не было. То есть, создается псевдоним, так называемый. Очень удобно. А также, кроме всего прочего, например, функции тоже могут какие-то принимать параметры и длинные имена могут быть. Какие-то. Инт там. Аккаунт. Каунт. Каунт. Оф. Сам. 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 Самсинг. Короче, где-то вот так. В коде. В коде много чего, много чего. И могут быть какие-то циклы, блоки и т.д. и т.п. В которых надо часто использовать эту перемену. Тоже можно создать псевдоним. R или каунт оф сам. Да, получился косинус. Ладно, пусть каунт будет. Сделать вот так. Если это небольшой блок, и вот такая запись или использование такого псевдонима не ведет в заблуждение других программистов. То есть, очень удобная вещь. Использовать в качестве псевдонимов. И даже можно с появлением авто, все уже давно знакомы, еще больше сократить вот эту запись. Вот вы в начале функции, где надо логировать, объявили. Псевдоним лог и дальше его использовать. Ну, на этом все. Поэтому подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. И все такое. Всем спасибо за внимание, всем пока.